В Курдайском районе в честь праздника Дня столицы открылись ряд социальных объектов. В селе Каракимир завершилось строительство врачебной амбулатории и сегодня состоялась церемония ее открытия. Помимо этого сданы в эксплуатацию мини-футбольное поле и площадка для стрит-воркаута. Аким района Рустем Даулет принял участие в торжественных событиях. В этом году в Курдайском районе строится 21 спорткомплекс. В частности, 4 спортивных зала, 11 площадок для стрит-воркаута, 5 для мини-футбола и 1 борцовский. В районе порядка 300 спортивных учреждений. Сегодня в эксплуатацию были введены поле для мини-футбола и площадка для стрит-воркаута. Деньги для строительства этих объектов были выделены из местного бюджета. Спортивные объекты стали отличным подарком для молодежи в канун праздника Дня столицы. Мы очень рады, что в нашем селе открылись такие спортивные объекты. Это отличный подарок, особенно для любителей футбола. Хочу выразить благодарность за предоставленную возможность тренироваться. Также аккурат к празднику в районе сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория. Построил ее Кайрат Молдасиитов, генеральный директор, товарищца с ограниченной ответственностью Отаустрой. Таким образом, он сделал подарок жителям села Каракемер. Это не первые добрые поступки известного мецената. Ранее он построил мечеть, спортивный комплекс и другие социальные объекты в селе. Селяне, в свою очередь, безмерно благодарны ему за проделанную работу. Аким Курдайского района пожелал успехов сотрудникам амбулатории. Вручил Акиму села благодарственное письмо на имя Кайрата Молдасиитова, а также Алимтаю Молдасиитову за непосредственное участие в строительстве медучреждения. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Поэтому эта врачебная амбулатория будет оказывать медицинские услуги жителям близлежащих сел – Янбек и Карасай. Также мы обеспечим медучреждения современными медицинскими аппаратами. Особенно рад открытию амбулатории медпрессонал, ведь им приходилось работать в старом неприспособленном здании. Теперь будет легче предоставлять качественные медицинские услуги населению в это нелегкое для всех время. Элеонора Бухонова, Азад Байтимир, 7.7 News.